Всем привет, доброй ночи, доброго вечера. Сегодня я и Виталий, тоже наш администратор, под псевдонимом автор этих строк, решили немножко поболтать, застримить, буквально, наверное, часик, наверное, если получится, поболтать, поговорить о сегодняшних новостях, буквально так, вкратце, хотелось давно поговорить об этом, сегодня официальное заключение, мы подписали нашего нового главного тренера, бывшего тренера ПСЖ, Севильи, Валенсии, а также Альмерии и Спартака, я так по обыванию сказал, Уная Эмери, как все знаете, вот, есть кое-какие соображения, я изначально, конечно, так, в пассивном, в негативном ключе воспринял эту информацию, вот, ну, с каким-то, скажем, по стечению определенного времени я, наверное, больше, скажем, воспринял это более-менее нормально, так скажем, Потому что изначально, когда все случаи были относительно Артета, так же, как и Виталий, мы только что разговаривали, полностью, но были настроены на прибытие именно его А в Валенсии и ПСЖ, да, не видел, очень Вот, ну, Виталий, давай, вначале ты, потом я что-нибудь добавлю Ну, по назначению, Альмерии, наверное, самое главное, сказал, что я так же самому, как и ты был изначально настроен на Артету На то, что придет наш лучший капитан, хоть он не отыграл всего пять лет, но все-таки была какая-то как-нибудь предосположенность Наверное, по человеческим качествам хотелось Семинар Дэк Поэтому, что он, как бы, мне в качестве игры Артена понравился всегда, как игрок, то есть и по игровым качествам, и по человеческим И сейчас о нем очень весные отзывы были от Гвардёва, от Почетина Ну, и, будем честны, тоже назначение Альмерии было, как снег на голову, потому что никто не ожидал этого, если честно Потому что были разговоры про Амсинут, были разговоры про Аллегри, ну, пока все про Артету было очень много разговоров А про Альмерии это просто, вот, буквально за один день такое сне, что это все провернули, и было очень неожиданно Наверное, из-за этого, ну, из-за этого тоже было такое немножко смазанное впечатление, смазанное мнение о нем Да, 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 да Просто, когда привыкаешь к одному, то есть пытаешься себя адаптировать к одному, потом резко... Это как субконтинентальный климат, когда что-то быстро меняется погода, так и здесь случилась такая вещь, к которой ты не был готов Я изначально, конечно, все это в штыки воспринял, потому что для меня Аммерии никогда не рассматривался просто сменщиком Венгера Ну, как бы вообще в голову такого не приходило Да, да, это самое Чтобы именно Аммерии заменил Венгера, для меня это какой-то нонсенс Вообще в страшном сне, наверное, если я проснулся бы, влесить в потол было бы Конечно, все понятно, все его заслуги, тренер неплохой, тренер с высоким профессионализмом Тренер, говорят, который супертактик, клинит его на тактики, клинит его на видеоанализе, клинит на разборе возможных ошибок в играх Как говорилось, мы не писали, но сейчас хотим сказать об этом Что он разбирает все игры, разбирает ошибки игроков, каждого индивидуально, записывает это все, раздает на флешки И как домашнее задание раздает им и потом проверяет В общем, настолько он был, настолько он практически как маньяк, в хорошем смысле этого слова, что Сейчас я как-то себя пытаюсь успокоить, прочитав о его сильных положительных сторонах Так, подготавливаю, как сказать Ну, вроде... Да, понятно, что человек одержим футболом, на самом деле Огромный объем работы он продлинул по сюжету И самое главное, что сейчас, по истечению времени уже после назначения Мы видим, что назначение не было спонтанным, это не было такое, что В один день наша руководство сидело и думали, о Эмире, и в этот же день его назначили Нет, сейчас мы видим, что это было продуманное решение, что были собеседования Была презентация самого тренера, потому что он очень много знал про наш клуб И поэтому это достаточно взвешенное решение было Но это успокаивает, на самом деле Да Ну, пишет, что Эхо, но это, скорее всего, у меня Он просто живет далеко Там еще интернет только дошел до них Вообще, я не по интернету, а так, своим голосом Да, у него интернет еще дайлап такой Набираешь номер, и он дозванивается, и интернет появляется И работает домашний телефон Да, да, да Да, человек маньяк, конечно Интересный человек Что касается вот этих трипл Да, там три победы подряд в Севилии Конечно, хорошая заслуга Просто Вот Эта Лига Европы для меня продемонстрировала какой это турнир на самом деле Я, конечно, не говорю о том, что он там плохой Что мы там, как бы, проиграли его Но я говорю о том, что этот турнир, мне кажется Даже эксперты говорили, что именно этот розыгрыш Лиги Европы был самым сильным за последние несколько лет Вот И смотря на этот розыгрыш Лиги Европы, такое ощущение складывается Лично для меня он показался легким Несмотря на то, что мы проиграли его Мы проиграли его атлетико, который там Трижды, дважды финалист за три года Лиги Чемпионов Дело не в этом Дело в том, что сам по себе турниру Ну, как бы, мы, как бы, являемся депутантами этого турнира Для меня он показался какой-то он Слабым, что ли Потому что, несмотря на наши проигрыши, там, с Сестерсундом Кому там проиграли еще Кому-то там Ничья была Господи Виталик оборвался Да, да, да Да, ничья была В Лиге Европы у нас была ничья на своем поле С кем мы играли? С какой-то Динамо Динамо, по-моему, я не помню с кем мы играли А, на групповой стадии еще Да, то есть, были команды, с которыми мы играли в полноги Потому что для нас это не было настолько важно И, несмотря на то, что мы там дошли до полуфинала Сыграв с Атлетико почти на равных Скажем, если брать в расчет две встречи То я считаю, что этот турнир, ну, такой был, легкий И люди, эксперты, которые говорят о том, что этот турнир На самом деле был один из самых сильных За последние несколько лет Именно Лиги Европы Поэтому те три Лиги Европы, которые взял Эмири Сивили для меня не таким большим показателем является Ну, не знаю, может быть, я смотрю через призму своего скепсиса И я как бы на это все смотрю так Ну, с... С ней, как бы, не любовью Не нелюбовью, а с небольшой симпатией К Эмири Поэтому я не считаю, что это это большое достижение И то, что он провалился с ПСЖ Тоже является каким-то определенной демонстрацией Может быть, все зависит от того, какой у него клуб был На самом деле, вот мы с Виталиком С Виталиком недавно разговаривали Что с Сивили у него была нехватка бюджета С ПСЖ у него была проблема большого клуба и больших людей И больших звезд, скажем так Избалованных звезд в лице, там, Неймара Вот, может быть, он с этим не справился Единственный вариант То, что Арсенал Это, кстати, не Сивили и не ПСЖ У него своя философия Свои игроки Свой бюджет И... И Фил, как бы... Арсенал немножко другого склада клуба Я вот так считаю Может быть, у него что-то получится Ну, опять же, по поводу ПСЖ Настораживает больше не его выступление в лиге чемпионов Именно с ПСЖ А настораживает его выступление в лиге 1 Именно в прошлый сезон, когда он отдал чемпионство Монако Вот это... Самый, наверное, негативный фактор Самый негативный показатель Это именно Не чемпионство с ПСЖ В прошлом сезоне Ну, знаешь, Монако был В том году на эйфории Он и Монсити вынес И Ювентус вынес Ну, это такое Реально накуражение Есть кое-какие На эйфории Берутся кубковые матчи Для 1-2 матча Можно дистанцию 38 матчей Я приведу тебе другой пример Лестер Ну да Конечно, да Не спорят Давайте не будем о Лиге Европы Испании 3-е место Между прочим Согласен полностью Я как бы... Да, вот Лестер сказали Согласен полностью Я разделяю ваши Виталик, у тебя опять эхо Разделяю ваши комментарии Да, попробую не продавать это Я не говорю о том, что он плохой тренер Я просто констатирую те моменты, о которых я говорил Да, согласен с Севиль А с Валенси, да, по-моему Он занимал 3-е место В чемпионате Испании Пропустить вперед только Реал и Барселоны Ну, как бы... И я не говорю о том, что он плохой Просто... Я никогда не смотрел на него Через призму такого серьезного кандидата Который мог бы поменять Арсена Вингера Просто я как бы... Я не был готов к этому А то, что нас как подготавливают Микелю Артети И это было с периодичностью В месяц, по-моему, нас в месяц Об этом говорили, твердили Мы себя успокаивали сначала Потом подготавливали Потом были там кое-какие слухи Относительно того, что там Возможно, возьмет в штаб Садика Сорла Тоже немножко было смягчение Восприятие этого тренера То есть кое-какие моменты, которые сглаживали нас И мы были немножко подготовлены А здесь, как гром среди ясного неба Да, свалилась такая информация Конечно, я немножко в штыки воспринял Сейчас более-менее остыл Будем смотреть И самое главное, что тоже Хотелось бы сказать, что после Венгера Мы все ждали тренера, который Ну придет хотя бы на 10-15 лет То есть на долгосрочную перспективу У Най Эмери на долгосрочную перспективу Как-то априори не воспринимается Честно говоря, мозгом Потому что он Ну он недолго проработал в Пассаже Относительно надолго был в Валенсии Относительно надолго в Севилье Там тоже не больше пяти сезонов В Распортаке вообще молчу То есть он как-то даже не воспринимается Как человек, который может прийти на 10 лет В отличие опять же от того Артета, который уже был у нас Если его подписывают Как главного тренера То рассчитывают на него на ближайшие 10-15 лет И естественно, если у него придет Такое, если честно Ну, может быть просто такое восприятие То есть надолго вообще тренеры не приходят в большие клубы Да? Согласен Просто видишь, если смотреть, например На Вот вариант с этим С Тоттенхэмом Да, я так чувствую, если Почетина не перекупит То он надолго там останется Потому что ему подходит и по философии Да, по философии подходит Как-то и по темпераменту И вообще там у них какие-то Несмотря на то, что они там наши кровные враги Да, у них хорошая сейчас Идет стратегия Операционной работы клуба То есть они там и параллельно Стадион строят И они пока сейчас не продают больших своих игроков Потихоньку продают Просто сейчас видите За счет того, что трансферные суммы игроков высокие Они продали локера за 50 лямов Да? Кого же они еще продали? Кого они продали? Кого продали? Кого продали? В последний призвание Дорькова Да, какой-то правый защитник уже 50 миллионов То есть По этим меркам Они возможно Смягчат свою Кризисную ситуацию Возможную Которая будет связана с постройкой стадиона Никак, никого больше Значит я ошибся Просто сейчас они собираются продать То ли Ваньяму То ли Дембеле Собираются продать Роуза Сисока Будут продавать В общем Тут как бы В тот момент Я говорю о том, что Виммера за 15 лямов А вот Виммера продали Точно Вот Точно Да Еще больше Повода Потому что Они рядом И Когда На них не обращать внимание Не получается Потому что Как бы Даже допустим В том же твиттере Я подписан на аккаунты Которые публикуют новости О лондоне О лондонских командах И Хочешь не хочешь У них всегда перед глазами Эти новости Поэтому Как-то Смотришь на все это Через Не призму Ненависти А через призму Обычного Обыденного Болельщика Магильской Премьер Лиги Хорошая у них сейчас стратегия Хороший План работы Не говори Я говорю Все это уже видели Да Я говорю о том, что Тот же самый Почетинова Тот же самый Почетинова Мне кажется Если его не перекупят Реал Или кто-нибудь Еще кто-то То он надолго там останется Тренер хороший Тренер Со своей философией Может что-то и получится Вот И я просто говорю о том, что Был вопрос Мы говорили о том, что Сейчас большие клубы Не берут тренеров На долгое время Вот Премьер Тоттенхэммер Мне кажется Если Зидан тоже Может долго продержаться В Реале Если все получится Как бы Такие моменты Тот же самый Бормут С Эдди Хао Казалось бы Маленький клуб Но Тренер Как долго держится Сам молодой Сам по себе А сколько он уже служит Поднял клуб С низших дивизионов Просто Мы просто к этому привыкли Мы являемся свидетелями того, что Сейчас происходит Арсенал А происходило На протяжении 22 лет Ничего По отношению По 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 Перемене тренеров Поэтому Для нас это непривычно И Виталий правильно сказал Что Эмири Воспринимается Как Обычный наемный работник Который поработает Поработает И возможно Уйдет Не знаю Сегодня У него были такие красноречивые вещи Хочется верить Что это правда Прием 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 Абила Да Ну это будет правда Конечно Если у него пойдет То есть Если Ну и окажется Тут такой момент Если у него пойдет Если он Выбитит Арсенала на новый уровень Там База чемпионства Если это опять же будет Если это будет регулярное попадание В бигу чемпионов Захочет ли он потом сам остаться в Арсенале То есть не уйдет ли он Условную Барселону допустим После таких успехов Или какой-то другой групп То есть Ну мне кажется В этом плане Арсенал не отпустит Если мы сейчас будем Добиваться больших успехов Дай бог конечно Потому что Зарплата у него сейчас 6 миллионов Или сколько там поставил Миррор говорил 6 миллионов Делли Мэйл 5 миллионов Мэйл говорил на 3 года А на 2 года плюс 1 А Миррор писал На 3 года плюс 1 В общем В зависимости от какого От того Или другого источника Зарплата будет 5-6 миллионов У Венгера была Зарплата 8 Если не ошибаюсь То есть возможность Увеличить Зарплату Присутствует И удержать тренера Тоже возможно Потому что клуб Если будут Выигрывать трофеи Допустим С Арсеналом Захочет ли он Уходить Мне кажется Арсенал Это не Тоттенхэм С которого можно уйти Или там Еще кто-то Ну а кстати Как смотришь На ту новость На ту информацию Что он не владеет Английским языком То есть Ты считаешь Это большой проблемой Ну знаешь Я сегодня Послушал его У него Какие-то Я Послушал Его на пресс-конференции А потом Посмотрел ролик Недавно Который я скинул В паблик Там у него Было заготовлено интервью И у него практически Те же самые слова Были На пресс-конференции Он походу Заготовил речь Ну ладно Факт не в этом Факт в том Что он старается Я не говорю Что это плохо Я изначально писал Когда Новость была Что я сказал Что он по-английски Не шпрехает Мисут Гоу левт Мехитарян Гоу райт Всегда можно найти Выход Есть переводчики На первой стадии Думаю В дальнейшем он выучит Он французский тоже не знал Как оказалось Когда он в PSG переходил Тоже там Лыка не вязал А потом заговорил По сечению сезона Точно заговорил Потому что Я помню Он ему давал Тресс-конференцию Он заговорил по-французски Французский сложнее Чем английский Думал Сейчас не составит труда Клоп пришел с языком Но разговаривал по-английски С этого С Германией Клоп разговаривал по-английски А Конте не разговаривал Да Почетина не разговаривал по-английски А Мауриньев он переводчик английского Ну по-моему Не только английского По-моему Многим языком Да Еще есть Язык Язык Сарказма Язык Ненависти Язык Большого эго Да Да Еще есть Особенный язык Много языков знает Молодец парень Вот Что касается Эмири Ну Дай Бог Что все получилось Я Потом извинился За то Что я там Немножко поистелил По отношению к нему Думаю Что Должно поучиться Просто я начитал со всяких статей Про него Про его биографию Про его тактику Да Ну в общем связь пропала А У меня АБС А Все 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 Связь появилась Можем посчитать Испаться Тех Да Да Согласен Вот Что касается тренера Наверное Как-то Еще есть что добавить Виталин Ну тут скорее всего Не то что добавить Сколько обсудить Мне Было поинтересно В какую сторону В плане Танцеров Будет двигаться Эмири То есть И каком главном тренере То есть Будет ли это Только испанский рынок Допустим Потому что мы знаем Что у нас Спортивный директор Тоже Былший Спортивный директор Барселоны У него много связей С Барселоной Ну много связей вообще Со спальнией Или это будет более Разнообразно То есть Мы будем нацелены Кроме испании На франции На франции На франции То есть Вот это было Интересно обсудить На каких На кого мы будем смотреть В плане подписания Ну вот Видишь Я говорил тебе До подкаста И сейчас скажу Что Сири Полузащитник Ниццы На которого мы Тоже Глаз положительный В этот раз На втором окно Оказывается Эмери Является его поклонником Еще со времен ПСЖ Которого не удалось Подписать Потому что у них Была Байга С Барселоны То в какой-то момент Все прекратилось И так совпало Что и Арсенал Заинтересован И Эмери Является его поклонником Как-то получилось Так что Сегодня вышла новость Что Не Сократис А Сири Первая цель Купить Сири А потом уже дальше В общем Так совпало В общем Может быть Это и к лучшему То есть Ты думаешь Что мы все-таки Сможем вернуться Полноценно На французский рынок Потому что В последние сезоны Как бы У нас Не так много Подписаний было Именно С французской лиги Ну Как бы Лекозет Кто там еще Лекозет Да В последних Лекозет Так В основном Я вспоминаю Это Или Бундеслига Или Фанская Ну И Мавропа Это Вообще Грек То есть Там где у нас Конкурентов По сути Не могло бы быть Рынки Которых Никто кроме нас Не знал Да Да нет Знали Так Не может Кроме нас Никто не знал Просто Скаут Видишь С приходом Меслитата Мы взяли Двух хороших игроков Одного Дорого Дешево Одного Сейчас Другого На перспективу Казет Мы брали уже Без Меслитата Брали его Со своей Скаутской службой Кого там еще Брали По системе Калашина собрали свободным агентом. Это был лакомый кусочек. Он попал в команду года Бундеслиги, еще бесплатно. Ему бабками заманили и забрали. В итоге, честно признаться, игрок неплохой, но мне кажется, он больше приспособлен к игре левого винбека, чем левого защитника. И игра, у него скорости не хватает. Ну да, Калашин, честно говоря, сыграл ниже ожиданий, если так совсем откровенно говорить, потому что от него куда-то ожидалось чего-то большего. То есть ожидалось, что он будет вообще безальтернативным на своем фланге на левом, то есть не будет там у него никаких конкурентов, потому что он лучше был в Германии. А сезон показал, что конкуренция есть серьезная и Калашина с ее проигрывает. Еще проиграл 32-летнему испанцу, который в два раза меньше его. Начо красавчик. На замену Манреалю, а так получилось, что заменить его так он не смог в этом сезоне. Наоборот получилось. Манреаль супер сезон провел. Начо красавчик, молодец. После Косона с предыдущего сезона он был одним из самых стабильных игроков. Сейчас, наверное, Начо самый стабильный на сегодняшний день. Особенно если брать заднюю линию, то да. Ну а кстати, как показывает статистика в мангельской премьер-лиде, то есть по составу арсенала, самый стабильный игрок у нас, как бы, это продавь память, ну для некоторых не звучало, это гранит джака. Ну, он отыграл 38 игр, по-моему. Ну вот, я же за это и говорю, что он самый незаменяемый игрок в составе. Хотя кто бы думал, исходя из его прессы, исходя о том, что про него пишут, что про него говорят, но он единственный игрок, который сыграл все эти 8 матчей. Как хотите, я так, кстати, не любите называю. Ну, единственный игрок, скажем, разрушительного плана. Просто реальных опорников. Взамен у него взяли, продали, куплены. Ладно, это отдельная история. Вот, и еще вот опять появилась информация, что якобы Эмери знает Лукаса Переса, который сейчас находился в Депортиво в прошлом сезоне, и попросил его вернуться, по крайней мере, на предсезон, посмотреть его. Как он себя проявит? Ну, я думаю, это вполне нормальное желание. Да, потому что он, оказывается, его хорошо знает еще со времен первого прихода в Депортиво. Да, ну, я думаю, Лукас и так и собирался оставаться в Депортиво, потому что Депортиво сейчас вылетели в Сегунду, и он бы и так, и так вернулся. Нет, сейчас просто, ты не знаешь, просто им интересовался Лацио сильно. Лукасом? Да, это тоже слышно. Мне не верится, что пришел бы новый тренер, и не взглянув на игрока на любого. Это не значит, что только на Лукаса. На любого игрока просто так бы его не отпустил. Да. Я тоже так думаю. Ну, может быть, просто под философию Менгера не подходил. Не знаю. Да не суть так. Главное. Вот, по поводу Сири плюс Саградис тоже является целью, потому что Меслитад ясно дал понять, что его нужно забирать. Не знаю, я для чего он нужен. Мне кажется, какой-то он... Лично мое мнение, для меня он немножко медлительный. Я вот смотрел Бундеслигу, вот эти матчи Баруси, даже еще год от двухгодичной давности. Он тогда еще был для меня медлительный. Я даже не знаю, как он сейчас. Знаешь, он мне напоминает... Да. Он мне напоминает Мустафи еще плюс десять лет. Ну, медлительность, это все-таки не самая лучшая черта защитника центрального. Это, конечно, минус, но если брать общие характеристики центрального защитника, то медлительность, это не самая... Ну, я согласен, я согласен. Просто, когда смотришь на наших центральных защитников, вот КОС, он скоростной. Просто я смотрю на образцы, которые у нас уже присутствуют, и пытаюсь сравнить с ними. КОС, он скоростной и быстрее, самый быстрый среди всех центральных защитников у нас. Несмотря на то, что мы тридцать с лишним лет. И вот под этот образец КОСа я всегда пытаюсь мерить других защитников. И считаю, что он вообще ни в чем не превосходит того же самого КОСа. Ну, это немножечко неразноплановый способ, потому что, если так посмотреть, то... Вот, допустим, Мертезакеры КОС сильные, да? Абсолютно... То есть, насколько КОС сильные быстрее Мертезакера, можно сказать. Но они настолько разные, что плюсы Мертезакера, они делают его где-то на равных с КОС. Ну, конечно, Мертезакер, когда он был в расцвете, ну, в форме, в арсенале. Ну, конечно, конечно. Поэтому вот тот же Мертезакер, он тоже медлительный, но он настолько качественный защитник, настолько классный у него выбор позиций, игра головой. То есть, вот эти характеристики, что его, ну, нивелирует его недостаточную скорость. Так вот, я не могу подобрать... Я просто смотрю на этого Грека, я не могу выявить какие-то определенные сильные качества, за счет которых я бы сказал, вау, он хорош. Просто это было визуально, может быть, это как-то смотрится под другим углом, и эти ребята, конечно, скауты лучше меня знают. Просто это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь. В общем, как-то так. Мне показался он немножко такой, не настолько мобильный, просто видишь, у него рост, как у Мустафи, даже чуть ниже. Телосложением он тоже, как у Мустафи, и даже Мустафи быстрее его. Мне показалось. Он приходит на замену Мустафи победу, я уверен. Он приходит на замену Коса и Мертезакера. Кос до ноября выпал, до декабря, до ноября. То есть, ты думаешь, Мустафи все-таки останется в команде? Ну, пока не кем заменить его. Прикинь, Кос сейчас выбыл, остались неопытные два, три защитника. Я Чаберса с холдингом еще приписываю к неопытным, хотя они должны быть уже опытные. Да, плюс Грек. Мавропонаст. Три центральных защитника. Да, они все зеленые. Чаберс среди них выделяется, конечно. Знаешь, я очень-очень хочу посмотреть на Беллика, как он вырос в этот год. Тоже хороший парень. Очень интересно было бы посмотреть, но он, по-моему, за этот год сыграл 2-3 игры. Да, да. Жалко, жалко. Я тоже, я на него 2 года назад и очень сильно рассчитывал. В начале этого сезона играл за U23, я смотрел некоторые матчи, но неплохо. Он играл с холдингом, и он, по сравнению с холдингом, был интереснее, конечно, на поле. Они за U23. И плюс то, что он еще может сыграть в аппорт. Да, он покупал саппортинг, конечно. С Варшавской леги, по-моему, мы брали его, если не ошибаюсь, или откуда-то. И причем я читал, что его как добрали, там сталки говорили, что это настолько крутой игрок, что невозможно его не взять. Очень-очень высоко он котировался у сталков, и очень сильно его рекомендовали на этот момент гендеров. Поэтому было интереснее. Не жалко, что травма. Посмотрим. Еще есть, помнишь, этот вот наш молодой испанец? Ой, молодой, он уже 23 года. Плиг Гюзелла, по-моему, Плиг Гюзелла. Тоже неплохой паренек. Да, да, помню, слышал, но как-то он пропал из моих подарков. Он сейчас в аренде, не помню. Сегодня, скорее всего. Да, где-то там играет. Вот, Сократис приходит точно не на замену Шкодрану, он приходит за место Перо и Коса. Если продавать Шкодрана, я не знаю, вообще будет продавать, потому что... Я вот не помню момент, когда тренировал Валенсию Эмири, был ли Шкодран Валенсии? Просто не могу вспомнить. Нет, скорее всего он уже после пришел. После, да? После, да. Ну, как бы знает он его, а не знает? Вот, уже интересно, поставит он или оставит? Ну, опять же, он решит по предсезонной подготовке, то есть он будет уже самым... Ну, вот, если даже оглядываясь на прошлый сезон, то, ну, Сократис, это не игрок основного состава. При всех его плюсах, при том, что он более-менее подвижный, обильный, то есть, ну, он не игрок основного. На данный момент, вот, по тем сезонам, которые он уже сейчас провел. Были слухи еще про Курзаву, просто я не понимаю, зачем брать Курзаву? Что-то совсем не понимаю. Ну, вот, Курзава, ну... Или Курзава. Или Курзава, вот такой Курзава. Ну да, француз его, уверение будет на последнем слое. Курзава, Курзава. Мне кажется, это очередной вопрос, какая-то очередная выхода. Ну, это знаешь, это было еще до прихода Эмири, до слухов. Мне не верится, если честно. Ну, мне тоже не верится, потому что Калашинаци, по-моему, точно продавать не будет, Монреаль точно не уйдет еще. Ну, куда его, зачем его, тоже непонятно. По крайней мере, я не вижу, чтобы позиция левого защитника нуждалась прямо в экстренном усилении. Я вообще не верю. Особенно на фоне поплевка. На фоне что? Не понял. На фоне проблем в центре. Да. Позиций, я понял, как это было. Вопросы. Плюс еще, а кстати, я думаю, что с вероятностью 90% Эктор останется почему-то. Эктор я даже больше даю вероятность, потому что, ну, нет смысла продавать Эктора за какие-то деньги, чтобы потом за эти же деньги... Правда, я даже, честно, не знаю, кто сейчас может идти на его место. Уже Эктор в плохой форме, он выглядит предпочтительнее многих правососчетников, доступных сейчас. Согласен. Плюс он еще взял себе второй номер. Ну, как бы все это не зря делается. Да, все в том, что он... Тем более, новый контракт в прошлом летом глупописан. Ну, это совсем не логичный его уход. Это неинтересно, как он будет в новой сезонке Эмири, чтобы тот... Да, тем более, он испанец, и, знаешь, вряд ли он будет в новой сезоне. Уверен, что Бейлиан будет в следующей сезоне основной. Плюс еще, знаешь, я к чему говорю... Тот же самый Чех, но он не умеет играть ногами. Да, это главный минус старой школы вратарей. В том, что они ноги... А этот... Тактический маньяк... Нет, я говорю про Эмири. Он любит, как и Пеп, игроков в вратарей, которые умеют играть ногами. Это уже тоже была статья. Все тренеры, которые играют в тотальный футбол, владеют ничем. Это преимущество вратарей с ногами. Да, я не знаю. Мне кажется, еще он такой одноногий Чех. Мне кажется, тяжело он будет справиться с этим. А в этом плане Аспина выигрывает, конечно. Ну, не знаю. Ну, Аспина, честно, мне он всегда очень нравился как кипер. То есть... Никогда не было к нему никаких претензий. Но он как-то негнушительно смотрится на воротах. И это единственное. Вот антропометрия. И он рост там метр восемьдесят, по-моему, или что-то там плюс-минус два сантиметра. То есть он как бы и маленький, по-моему. Вот он не уверенно смотрится на... Особенно на воротах такого большого клуба. Если мы действительно планируем. Я всегда задаюсь вопросом. Потому что вратарей учат падать. Прям очень сильно. Это как бы одно из первых правил. Это умение падать. Потому что они постоянно падают. По десять и более раз во время игры падают. То есть в прыжке. А каждый раз, когда Аспина падает и приземляется. И у него какая-то постоянная проблема. Он постоянно держится за спиной. То за ногу, то за руку. Я постоянно смотрю на него и думаю, блин, ну когда это уже кончится. И у меня такая проблема есть. Я не знаю, видите вы это или нет. Но я каждый раз это вижу. Ну тут, я думаю, еще идет из-за чего это все. Из-за того, что у него все-таки школа была не испанская, не немецкая. Где действительно вратарей очень сильно натаскивают. Именно в плане игры на даме. В плане падения. То есть у них более подвинутая подготовка вратарей. Он все-таки с латинос. У него латинская школа. И там как бы вратарь тот, кто умеет ловить мяч. То у кого хорошая реакция. То есть остальное там уже как-то приложится, приживется. Да. Чех в прошлом сезоне привез больше всех в лиге. Если станет привозить в следующем сезоне 100%. Ну да, это же ясно. Кстати, да. Чех, прикинь, возглавляет список ошибок при летшим голам. Да, у него, по-моему, 4 ошибки для этого сезона. 6 по-моему. По сути, все, что от него требовалось в этом сезоне, это просто не привозить. Никто не ждал, что он будет прямо тащить там все подряд. Просто, ну, стой, не привози. Вот это. И он не справился с этим. Это, конечно, очень огорчает. Ну, естественно, это из-за возраста. Он оказался не тем вратарем, который может играть до сорока, как в буфон хотя бы. То есть, ну, вот его возраст, и вот он с этого возраста начал сдавать. То есть, не к нему претензии, скорее всего, а к людям, которые не смогли его заменить. Да. Вот если бы Челси не забрал Куртуа с аренды, если бы они не посадили Чеха, мы бы не продали Честный. Ты думаешь, что все-таки Чен снова продали? То есть, сначала это было принято решение не купить Чеха, а потом продать Чен снова, а не наоборот. Ну, потому что, видишь, во-первых, Венгер был поклонником Чеха. Давно еще, с каких-то там времен, когда он хотел его купить. И здесь такой момент, поклонником Чеха. Ну да, я говорю, еще когда тот Зарая набрал. Да, и когда появилась возможность его купить за 10 миллионов, он сразу его взял и уже ясно дал понять честному, что он тоже точно не будет номер один. Ну, честный набрал сейчас, честный вообще ходячий пожар. Нет, он сейчас набрал хорошую форму. В Роме продемонстрировал там чуть ли не хай-класс. Хотя защита у него была не очень-то и хорошая. По сейвам, по-моему, и по клиншитам, он там в лидерах был. С Буфоном золотую перчатку поделил. Ну, в тот момент, когда он был в аренде. И он набрал, он хорошо набрал. Не зря его Ювентус забрал, как сменщик Буфона. Ну, не зря, почему Ювентус, чемпион Италии, берет нашего пожарника, чтобы тот заменил Буфона. Ну, как бы логике не поддается, значит, они что-то знают. Ну, реально набрал, он хорошую форму набрал. Ну, честно говоря, судить у кикера по серии А очень тяжело. Вот лично мне. Потому что я считаю, что серия А именно по своему нокалу, по своей динамике, все-таки, ну, сильно, достаточно, серьезно уступает в английский камер-лиге. Но относительно честно, я скажу, что, действительно, к нему лично у меня никогда никаких претензий не было по поводу его игры в рамке. Потому что, ну, для меня он всегда смотрелся уверенно. Нет, я думаю, что не всегда. Ну, вот я так вспоминаю по себе. Мне вот врезается память сразу, если говорить о членском это. Его сейф с пенальти против Идинезе. Я вот вспоминаю, как он тогда затащил и вытащил арсенал в линии чемпиона. Его сейф в матче против Иверт. Ну, то есть такие, конечно, моменты яркие, которые он проводил. Ну, тот же самый, допустим, Харт, который в Мансити был одним из лучших. Потом он сел на банку, потому что Гвардиола так захотел. И он ушел в Торино, где напропускал хреново тучи мячей. Вот тебе и серия, а? Возможно, да. Ну, просто я считаю, что вратарю очень легко сломаться. Очень легко сломаться в психологическом плане. И тут нельзя сравнивать вратарей и полевых игроков. То есть полевых игроков ты так психологически не сломаешь от вратаря. Вратаря одна-две серьезные ошибки. Вся карьера летит, как будто и не было ничего. То же самое случилось с Хартом, он просто сломался психологически, я считаю. Ну, не знаю, я посмотрю. Если бы пришел тот Харт, который был номером один в Манчестер-Китле, если бы он пришел в серию А, ну, не так, как он пришел, не после того, как его выгнали, а после того, как его кто-то купил, например, я думаю, он бы продемонстрировал гораздо больший уровень, чем он продемонстрировал будущий финалник в Манчестер-Китле. Мне кажется, он просто сломался. Может быть, тоже имеет место быть. Есть всякие Бетланды, которые за клубы не жмут. Да, согласен. Мы говорили с Виталиком. Ты говорил про Бетланды, да? А я говорил про Форстера из Саут Гентона. Почему там нет? На самом деле, как и страны, в Англии сейчас очень много голкиперов очень высокого класса именно англичан. Это и Бетланд, и Пикфорд, и Форстер, как ты говорил, и Ник Пол. Да, Пол, Пикфорд тоже классный вратарь. Да, очень. Сейчас конкуренция именно на эту позицию. И когда сейчас удивляюсь, что Харт не попал, ну, извините, какой Харт, когда такие ребята там есть. А кто-то сейчас там номер один? Поехали Пол, Бетланд и Пикфорд, а кто номер один, я честно не знаю. Поехали вот этих триггеров Пикфорд, но кто здесь будет первым номером, по-моему, он будет здесь. Ну, по крайней мере, нет. Ну, мне кажется, Бетланд должен взять первым номером. Я вот тоже такого же мнения, но посмотрим, как решить Сау Кейн по нему. Не самое логичное решение в последнее время. Взял капитаном Кейна назначил. Ну, я даже не знаю, но как-то смотрим. Тоже сейчас не хочется договорить. Видишь, я вам хотел сказать, ну, да, ошибался. Ясно. Так, по вратарям. Ну, вот по поводу вратарей. Мы интересовались Лену из Байера. И до сих пор интересуемся. Кстати, Байер сейчас взял нового вратаря. И им интересуется, Лену интересуется Наполи, мне кажется, сильнее, чем мы. Да, активно. Да. Не знаю, на чем это закончится история. Но, если честно, мне бы и не хотелось это. Что-то, что-то, что-то не знаю. Тоже, дашь, как можно сговорить о том, что в серии А это другие показатели. То же самое и в Германии такие же показатели. В Германии, да, другие показатели, но в Германии очень сильная школа вратарей. Ну, не знаю. То есть, для меня Испания и Германии... Тот же самый этот приехал. Ливерпульский вратарь. Как его зовут? Кариус, да? Откуда он? Да, да, Кариус. Что-то он, не знаю. Это он просто в последнее время неплох, а он, по-моему, в предыдущие два или сезона, сколько он играет за Ливерпуль. Что-то мне не впечатлило, откровенно. Ну, он приходил-то не только вратарем у нас в Лиге, по большому счёту. И его так взяли на замену Миньерея. И точно знал, что Миньерея настолько сладится. То есть, он брался вторым номером, наконец-то. Он брался как первый. А кто ещё из Германии пришёл? Есть такие? Кто из Германии пришёл? Угу. В Англии нет, но вот такой яркий пример, почему бы и нет. Терштегин, допустим. Ну, это Испания, он, Барселоны же, Барселоны. Ну, всё равно. Я смотрел его матчи, он и ногами хорошо играет. Ну, в Барселоне тоже кто попал, а стоять не будет. Да, наверное. Так, так, так. В Англии немецких парень, по-моему, больше нет. Может, я могу ошибаться, конечно. А облак это Словак, да, по-моему, Словак? Облак Словак, да. Но и он приходил с португальской лиги, с Бенфики. Ну, хороший ключ. Вот для меня единственная загадка, единственный вопрос, это как атлетика находит вратарей. Потому что все вратари, которые у них были на протяжении, наверное, лет 15 последних, это просто... Хай класс, да? Абсолютно, да. И облак, и Куртуа, и ДХ. Кажется, ну ребята, как вы это делаете? Может быть, у них хорошие тренера? Может быть, из-за этого. Ну, я все-таки думаю, что это заслуга Словакской системы. Потому что облак приходил... Ну, как они раскачали Куртуа, я не знаю. Он же в Челси был таким, средненьким. Потом опять его забрали. Ну, да, да. Ну, значит, тут знаешь, и Словакской системы, и тренерал от вратарей как-то все сошлось. А вот в Бенфике получается облак, потом вот этот Эдерсон, да? Эдерсона, да, да. Он тоже с Бенфики, да, пришел. Ну, вот, кстати, оба неплохих вратаря. Ну, Эдерсон... Ну, да. Я согласен, что он, наверное, лучше, чем был с Манчестер Сити за последние сезоны 3-4. Вот здесь поправляют по поводу Кариуса. Говорят, что когда он пришел, он был надеждой к Ливерпуле. То есть, его покупали, потому что Миниюле лажал. Ты, кстати... То есть, он приходил на вторые номера? Ну, он не может. Ну, сейчас он, ладно, сейчас он неплох. Сейчас неплох. Вот тогда было два таких самих мистраторов Ливерпуля с Бундеслиги. Это был Кариус и центральный защитник Клаван, по-моему. Он вообще, по-моему, эстонец, да? Да, да, да. Но он тоже с Германией приходил. И вот эти два трансфера, я думаю, что-то не то делает. Я даже иногда пофамильно их путал почему-то. Да, да, да. Они как-то между собой... Они двумя номерами приходили, что... Они даже путались между собой. Да, прикольно. Ну, хорошие. Они сейчас хорошую трансферную политику захотели. Ну, относительно Ливерпуля тут тоже можно много разговаривать. Я не думаю, что это заслуга транспортной политики. Это больше заслуга конкретного одного преобретения. Вот этот сезон Ливерпуля сделало таким конкретно преобретением. Конечно, преобретение Салата. Ну, наверное... Может быть еще плюс... Мне кажется, плюс продажа... Каутиньо немножко развязало руки на трансферном рынке. Они взяли Ван Дейкан, кстати, который является тоже... Да, они взяли Ван Дейкан и... Да. И сейчас они берут этого... С Лейпцига. Чувака такой. А он, по-моему, за них был заигран. То есть он в Лейпциге был с Ливерпуля. У Ливерпуля просто есть первоочередное право выкупа. Как его зовут? Я не помню так. Его тоже забыл, да. Угу. Вот не вспомню сейчас, как его зовут. Я помню. Набиль Динара... Нет, нет. Набиль Гейта. Правильно, да. Гейта, короче, да. Набиль или какой? Да, там супер... Короче, это игрок наподобие серии. Вот они чем-то похожи. Центрополе игрок? Да, да, да. Мне оказалось, он больше 10А. Кейта? Да. Обороняющий? Нет, я думал, он атакует. Нет, нет. Он чисто центральный полузащитник. Он тоже как бы не супер опорник, как и серии. Но он не является атакующим. Ну, это что-то наподобие Джаки. Только черный. И только этот. Черный Джак. Да. Ван Дейк, да? И Мане. Кстати, у них тоже хорошее приобретение было. И Фирмино неплохое приобретение. И Фирмино неплохое приобретение. Мане вот хороший. Конкретно вот в этой структуре, конкретно в этой тактике Мане идеально. Я согласен. То есть, он идеально как Глитой подписывно вписался в эту манеру игры. В эту тактику, да, это Мане. И Фирмино неплохо, кстати. Фирмино тоже неплохо. Как оказалось, после приходя в налаха все это конечно не платили. В прошлом году Фермина был. Мне бы нравился Фермина. Все-таки у меня не было такой калерии. Да, был там. Хорошо играл с Хоффенхаймом. Тоже Деверпуль переключился на меня с первым. Интенсивно достаточно. В Хоффенхайме играл? Да, в Фермина с Хоффенхаймом. Он приходил к моим лучшим ассистентом. У него куча ассистов было. По-моему, не форвардом приходил, а вингером приходилось. Да, вот он вингером или этим. Как Сане был примерно. То есть где-то он на одном уровне. А, это Лерой, который? Да, который мы участвовали. Сане, Мане. Да, уж прикольно. Вот, что касается нашей позиции вратаря, конечно, у студенера обязательно необходимо. Вот теперь, наверное, от Эмири будет прицать, потому что это важная составляющая. Ему, скорее всего, нужен будет вратарь, который умеет играть ногами, который более обладает техникой снизу больше, чем сверху. Скорее всего, будет, скорее всего. Если честно, я не удивлюсь, если мы подпишем какого-то испанского вратаря, который не является слишком известным, из какого-нибудь условного хитафа или ванта. Что-то такое, если придет, абсолютно не будет. Может быть, может быть. Дело в том, что там, наверное, есть Свен, как бы ему помогать, не знаю, скорее всего. Какой-то лепту внесет, потому что он же сейчас главный. Газидис называет Венгера, он называет его менеджером, а когда называл он Эмири, он называл его коучом, что-то такое. Сейчас у Эмири функции только одни – управлять командой. Ну, то есть, заниматься подготовкой команды. Все остальное, конечно, все так разделено. Если Меслентат занимается скаутингом, Санлехи занимается по большей части завершающей стадии, контрактами, трансферами. Иван всем управляет. И Фахми – это, по-моему, переговорщик, да? А, подождите, Фахми. А контрактер, короче, он контрактами занимается. Вместо Николаева. Да, да, да. Вот и плюс физиотерапевт у нас сам появился тоже с прошлого сезона. Кстати, он неплохую работу проделал. У нас в этом сезоне не так много было травм, которые являлись долгосрочными. У нас быстро из лазарета вылазили ребята. Это, как бы, большой плюс. Страшно подумать, что было бы, если бы еще в этом сезоне были и травмы. Это было бы очень страшно. Это вообще представить тяжело. Да. То есть, ты считаешь, что Эмари не будет принимать активную часть завершения? Я сто процентов уверен. Может быть, будет у него какая-то возможность что-то сказать, но окончательное решение точно принимать не будет. Ну, опять же, хорошо или плохо, посмотрим через год. Немножко для Арсенала это странно звучит, что главный тренер, оказывается, не принимает решение по трансферам, а что-то оно не укладывается в уговоры. Ну, наверное, будет какое-то в общем собрании, консультационном, принимать участие. Может, к нему будет прислушиваться, но решение точно не будет принимать. Вот, как-то так. Вот, по поводу вратаря, это самое главное, защитника обсудили и плюс опорника, ну, то, что мы сказали про Сири. Просто больше другие имена не всплывали. Сейчас всплыло имя Нзонзи, но я думаю, что это несерьезно, потому что это на фоне того, что Эмари с Сивилии якобы он захочет взять опорника, потому что он нам нужен. Нзонзи? Да, Нзонзи или Нзонзи. Нзонзи, Нзонзи. Ну, кстати, в этом году он тоже нормально набрал. Я помню, перед началом этого сезона хотел его, потом посмотрел, что он вытворил в прошлом сезоне. А, или зимой, я не помню. Вторую половину сезона он неплохо провел, нормально. Ну, вообще, я люблю, что игроке аваритетного плана и злой лиги, это вот такая большая ориентировательность. Потому что у них там может быть и стата заоблачная в лавиге, и вообще, если посмотреть по статистике, там куча отборов, куча перехватов, но это лавига, это другой уровень защиты. Потому что к нам и Паулисто приходил чуть ли не лучшим защитником, к нам и Мусташе приходил чуть ли не лучшим защитником. Думаешь, Испании брать лучше нападающих? Да, Испания это чисто для атакующих игроков. Лукас Перес приходил. Лукас Перес приходил. Ну, вот мы... Я не знаю, что он провалит, мы просто не дали пока шансов, мы его даже не видели в деле. Не знаю, давали шансы. Просто мне он относительно АПЛ не очень понравился. Относительно, где он играл в Лиге Чемпионов, в группе, да, играл в Кубке Аглии. Да, он был неплохо, да, играл с командами по статусу ниже. Он был неплохо. А вот когда мы встречались с серьезными, даже помню, у него был первый стартовый матч с Саут Гентоном, его просто сражали. Просто взяли из себя. Может быть, он где-то физически просто слабоват для Англии оказался. Да. То есть, понятно, что не любой игрок будет приходить с Испании и разрывать Англию в плане Ахати. Ну, у Зил, да. У Зилу понадобилось определённое долгое время, чтобы более-менее адаптироваться. Кто ещё с Испании пришёл? Косорло? Косорло сразу заиграл, да? Да. Ну, потому что у Косорло просто техника заоблачная. Поэтому, какая бы у него ни была физика, какая бы у него ни была антропометрия, то есть, его техника всё и всё. Да, таких игроков вообще практически мало. Очень-очень мало. Мы в этом сезоне всё растерялись с командами послабее. Ну, на выезде, да, всё потерялись? Да, на выезде. Вот, кстати, выездные матчи, как считаешь, с чем проблема была в этом сезоне? Почему именно на выезде так ужасно играли? Форма, форма. Синяя. Думаешь, синяя форма? Да, конечно. Больше ничего. Ну, хотелось бы, чтобы это было. Ты не знаю, знаешь, недостаток мотивации, плюс психологический. Когда мы начали уже серию выдавать, уже психология сыграла. Как ты говоришь, с вратарями такая же херня с игроками тоже бывает. Плюс недооценка, плюс какие-то, может быть, какие-то, как вы говорили про формулу. Много кто говорил. Может быть, в головах это всё засело. Хрен его знает. Я не знаю, с чем это связано. Вроде и забивали первыми, мы проигрывали, блин. Ну, что за хрен, я не знаю вообще. Но даже в матчах, где забивали первыми, всё равно очень плохо играть. Я не могу вспомнить ни одной хорошей выездной игры. Ну, неплохо мы сыграли с Эвертоном. С кем мы ещё неплохо сыграли? Эвертон, по-моему, выиграл, да. Это чуть ли не единственная команда. Наша любимая команда. Да. Кстати, знаешь, на этой ходе мы не сыграли так, чтобы провалили с Мальчестер Сити. Мы сыграли довольно-таки нормальный футбол. Причём это касается всех трёх матчей, как-то не было таких совсем провальных матчей. На этой ходе мы проиграли 3-1, но мы, знаешь, они третий кол вообще забили супер с большого софсайда. Ладно, это фигня. Да. Игра была не такая прям провальная, чтобы мы сказали. Что касается матча за финал, мы проиграли, наверное, больше по делу, чем не по делу. А вот потом же последующая игра была на Эвертон. Мы играли нормально, просто нам не везло. Ну, при такой игре, конечно, было очень тяжело выиграть. То есть максимально идеально в этом сезоне против Сити отыграл только Ливеркуй. То есть только они поняли, как надо было это делать. Высокий прессинг, то есть не давая позиционную атаку. Нужно, короче, просто больше их забить. Вот в чем было их. Вот, да. Самое оказалось. Они, блин, они 4-0 выигрывали, да? Или сколько там? 3-0. А, 4-0. Потом 3 гола пропустили за 5 минут или за 10 минут. Ну, забили-то больше. Да. Потом оставалось минут 5, что ли, они, короче, все команды оборонялись. Ну, могли, да, тогда пролететь. А могли пролететь, в принципе, в ответ на матчи в Лиге Чемпионов, засчитали бы ему этот гол, который был... Да, да, да. 2-0. Игра поменялась бы, конечно. Ну, все равно, с Манчестер Сити лучше не играли, что он делал в этом сезоне. То есть максимум. Надеюсь, имели что-нибудь. Ну, в том-то и дело, что мы не привыкли к такому. Хотя в последних матчах с большими командами пытались играть в большой прессинг, в высокий прессинг. Комментарии в YouTube. Эмир, кстати, тоже вроде сказал, что хочет играть в высокий прессинг. Да, да, обязательно. Да, в высокий прессинг. Мы играли с большими командами в высокий прессинг. Что касается с кем мы играли. С кем мы играли. Я тебе не вспомню, что мы с кем мы играли. Я с Манчестером с молодежкой, когда мы вышли, играли неплохой прессинг. Мне понравилось. Потом с кем мы... С Ливерпулем на Эмирейтс тоже неплохо играли. Просто не фортануло. Ну, были. Просто мы умеем играть. Просто это почему-то тяжело наладить эту игру. Именно в каждой игре. Я не знаю. Это, наверное, так тяжело. Потому что физически тяжело это все выдерживать. Физически, да. Это очень тяжело играть. В высокий прессинг это самое, наверное, тяжелое для команды, что может быть. Все зависит от уровня физики. По идее, когда Ливерпуль играет, у них же тоже высокий прессинг. Они играют в такой интенсивный футбол. Ну, Клоп играет в такой футбол уже... Начинаю, наверное, еще с Манца. Да, я читал, короче, какое-то интервью. То ли это был Ройс, то ли кто-то еще. В общем, я не помню. Еще с Дортмунда он говорил, что невозможно играть в такой футбол два раза в неделю. Вообще, это физически невозможно. Очень тяжело, конечно. Но Клоп на этом уже собаку съел, как говорится, поэтому... Тем более в Англии. В Англии это вообще от ас, конечно. Финал ЛЧС с таким футболом второй раз выходит. Ну, да. Не поспочешь, действительно он вышел с таким футболом. По делу вышел, да. Только видишь, проблема в том, что Ливерпуль попался только Сити из серьезных соперников. И причем из серьезных соперников он попался именно тот соперник, который был самый удобный для Ливерпуля. Да. Тот, который играл в открытый футбол. Да. Получается, в одной восьмой В одной восьмой Кого они выбрали? Порту. Порту. В одну калитку, да, выбрали? Да. Потом Сити, потом... Кто у них был, блин? Рома. Разве? После Сити? Рома в полуфинале была. Сити... А! Все правильно, да. Рома, Рома. Одна восьмая получается Порт, одна четвертая Сити, полуфинал Рома, да. Ну, здесь немножко портануло, потому что и в группе там у них был Спартак, Морибор, еще кто-то там был. И Севилья. Да. Та же самая Севилья. Но Севилья, кстати, неплохо сыграла. Они с Севильей порубились так неплохо. Севилья там матч выдала, когда они проигрывали 3-0 после первого тайма, а потом вышли. И сыграли 3-3. Севилья, кстати, с Баварией очень хорошо сыграла. Мне понравилось. А с Манчестером как они сыграли? Да. Хорошую лигу чемпионовскую кампанию проиграли, но на фоне этого всего они не попали даже в Лигу Европы в этом сезоне. Ну, просто не фартануло. Просто не хватило сил играть. Наверное. Потом у них была прям серия ужасающая. Они проигрывали всем подряд. Ну да. В Испании, да, они в Испании. Не так. Там и замена тренера была. Сначала Мантелло был, потом пришел другой тренер. То есть там еще на фоне этого всего было. А этот, кстати, что насчет финала-то в Лиге Чемпионов? Я всей душой болею за Реал, если честно. Прям всей душой? Нет. Я еще никогда так за Реал не буду. Просто чтобы Ливерпура не достался? Ну, чисто из-за этого, да. Да. Мне кажется, на классе Реал должны выносить. Ну, я хотел бы, да, чтобы я выиграл. То есть, если они поймут ошибки, которые были у соперников Ливерпуля до финала. Я ставлю на счет 4-1, либо 3-0. То есть, ты вообще не веришь. Но Ливерпуль очень слабо играет на этих команд, которые умеют играть в автобус. Да, Реал, знаешь, он... Ну, кстати, сейчас не играет в такой автобус, про который ты говоришь. Нет, я не говорю, что Реал играет. Я говорю, что он может в него сыграть. Ну, конечно. Ну, мне кажется, они вряд ли. Просто, знаешь, они прошли... Вот такие команды, как Juventus, прошли PSG и кого-то еще. Баварию, да? Да. Прикинь, да? Juventus, PSG, Bavaria, а у этих Roma, Porto и iCity. Да, я к тому, что Реал умеет большие матчи выигрывать. И когда еще эта игра одна, единственная оставшаяся. Поэтому, я думаю, что... там тяжело будет Ливерпулю. А не просто... Ну, конечно, что может сыграть за Ливерпуль, это, возможно, где-то не дооценка. Даже не точно не дооценка. А отец, я не старелал, я уже две подряд лиги чемпионов выиграл. Ну, как-то вот... Ну, как-то вот... Что бы это ни сыграло им. Да, я почему-то больше, чем уверен, что они, наоборот, сконцентрированные выйдут сейчас. И все. Ну, посмотрим. Когда финал, я забыл. 27-го или 20-го? 24-го. Мне кажется, вот такой счет будет... Сначала будет, короче, в первом тайме будет один мяч, а во втором тайме посыпется... Может быть, в первом тайме будет два мяча, а один-один будет, короче, счет. А потом посыпется один. То есть, ты прямо на уверенную победу для вас ставишь? Ну, может, с фора минус один, короче. Ну, не знаю. Это, конечно, так просто. Лично мне. И всякое может быть. Может, на эйфории... Короче, был матч, помнишь? Ливерпуль-Милан. Да. Ну, конечно, да. Да. И там тоже... Милан там 3-0 в одну калитку ушатал в первом тайме. Может, такое случится и в этот раз. Она же... Ливерпуль-команда такая же. На кураже. Может, на кураже влететь. Ливерпуль очень нестабильная команда. Вот. По нестабильности Ливерпуль и Арсенал они где-то рядом ходят. Да. Да уж. Плюс еще... Плюс еще Клоп... На сезоне они матч такой выдали. Плюс еще Клоп, короче, в финалы проигрывает больше, чем выигрывает. Но у него был финал против Баварии он его проиграл. И был финал против Севилии, по-моему, да, он проиграл? Да. Потом плюс... В кубках он часто... А, он проиграл Унай Эмби, получается. В кубках он проигрывал... Ну, короче, много... Да, Унай проиграл он. Унай Эмби. Вот Айгер. Вот он, Унай Эмби. Вот зачем его взяли. С Клопом справится. Вот почему он, да. Ну, самая большая проблема, мне кажется, это не Клоп, не Манчестер, это просто с Айгерами на выезде. Здесь прям он наладит вот эту игру. А выезд с Айгерами... Да, на выезде это временное замешательство было. Ну, в принципе, неплохо играли. В этом сезоне просто провал полнейший был. А так ты... Ну, я, кстати, вот сколько не смотрел матчи на выезде Арсенала, ну, не сказал, что всегда играем неплохо. На выезде была... Ну, тяжелее игра намного была. Особенно, когда после переезда на Эмиретс, то есть на выезде были матчи прям тяжелые. Ну, ты знаешь, это... Просто так, наверное, совпало, такие, скажем, временные переходы, что и постройка Эмиретс совпала с новой эрой английской премьер-лиги. Сейчас просто и деньги появились у маленьких команд, плюс реально выезды были не только сложные, не только сложные для Арсенала, а для всех сложные. Сейчас хоть к кому поедет... Вот только прибывшему сейчас в Уверхэмптону, Кардиву приедет в гости, будешь получать таких пиндюлей. Ну, к любому едешь, да. Сейчас просто реально для любого, даже супер... Манн-Сити, либо Манчестер Юнайтед, кто-нибудь поедет условному Брайтону, там... У Хаддерсфилду... Кому проиграл Манн-Сити на выезде? Или в ничью сыграл, короче, с кем? Ну, в общем, тяжело сейчас. Тяжело сейчас играть. Тот же самый Бёрлин, да? Сколько пострадало команда? Кого не возьми, против всех на выезде, да. Ну, если команда не в Уверхэмптону находится, как тот же Crystal Palace в начале сезона, мы просто всем проигрываем. Помнишь? Ну, у всех, у кого есть 11 игроков, они всем проигрывают. То есть, ну... Если команда не в Уверхэмптону, то мы в Уверхэмптону не в Уверхэмптону. Та же самая у нас печальная статистика на Британии. Помнишь, мы постоянно делали? На Британии, на Санкт-Мерик против Саундгемптону. Ой, вообще Саундгемптон такой надзючий. Всю жизнь такой надзючий. Против Свонси, по-моему, тоже необычные матчи были. У нас ещё против всех кого-то была плохая статистика. Я не помню против кого. Ну, в общем, сейчас... Помнишь, вы против кого хорошая была? Просто вот эта эпоха, то, что мы на Эмирис переехали, совпала вот именно с этим моментом, когда сердечки стали сильны у себя дома. То есть, они пытаются сражаться за эти деньги, которые получают в конце сезона. То есть, если остаются в английской премьер-лике. То есть, для них это... Ну да, домашние матчи — это их клёв. Да? Вот они единственные моменты, за которые они цепляются. Хоть одну очку они должны выгрызть. Сток Сити ненавижу по виду зрения команды Дуболомов. Ну, слава Богу, что они вылетели. Ну, вот такой вот сильный контраст между выездными и домашними матчами он только в Арсенале, если честно. То есть, да, у всех они тяжёлый матч, но вот такой контраст, чтобы дома играли, ну, чуть ли вот в этом сезоне тоже домашние матчи были... Ну, я с большим удовольствием смотрел. Даже против Манчестера, где мы проиграли 3-1. Ну, это вообще одна из лучших игр сезона. Против Ливерпуля тоже, где горели на 2, потом 3-2. Ну, это шикарный матч был. Против Левертона, где за 20 минут 5 или 4 мяча. Против 300 пэлос тоже самое за 20 минут. Ну, то есть... Против Бёрли, да? А против Бёрли, по-моему, да? Да-да-да, тоже 5-0. Ну, то есть... И, мало того, мы в этом сезоне даже, по-моему, сравняли рекорд по забитым мячам на домашней арене 57, как и в сезоне непобедимых, по-моему. Или 3-4 или 4-5, я очень помню. Ну, мы в АПЛ набрали столько... А вы на втором месте в АПЛ, по домашней мочи. После Сити. Да, то есть, какой-то контакт был между Арсеналом. Особенно в этом сезоне. Да... Стабильность нужна нам, согласен. По крайней мере, там, знаешь, как минимум не проигрывать. Как минимум не проигрывать. Да, хотя... Ну, так же, Арсенал, это так себе. Не проигрывать... Я говорю, не проигрывать топом. Ну, да, топом, да. Я просто помню эти времена, когда мы бы играли еще на Хаббере, не знаю, помнишь, не помнишь, когда мы просто выезжали. Я был уверен, мы один гол забивали, я был уверен, что матч закончится нашим. Прямо вообще можно было выключать, ложиться спать. Все, точно. Сейчас такой уверенности нет вообще. Потому что команда... Ну, понятно, что лучше играл авторный номер. Авторный номер, но Сити сейчас играть не умеет, не хочет и, скорее всего, не будет. Да. Так. Так. В общем, что мы еще... А, по поводу бюджета. То есть... сегодня этот... Как его? Газидис говорил. Про деньги, которые будут выделяться Эмири. То есть деньги будут выделяться, но сумму он не обозначил. Хотя в слухи ходит, что это 50 миллионов фунтов. Не знаю, насколько это правда. Есть статьи в интернете, я читал. Но это, мне кажется, небольшие выдумки, относительно чего строится сумма в 50 миллионов фунтов. Там просто есть... Да, я тоже читал, это как бы месячные платежи там. То есть в Франции Европа мы платим только определенную сумму, там 8 или 9 миллионов, там разбивают... Ну, это как бы тоже, знаешь, это... Я не внушаю доверие этому... разделению этих трансферных денег, потому что... Ну, по поводу бюджета я скажу так, что мы в любом случае не сможем потратить больше, чем у нас есть. Ну, конечно. Это как бы... Просто еще, видите, еще говорят, что бюджет будет еще строиться за счет продаж плюс. Только я сейчас не знаю, кого будет продавать. Просто сейчас нереально кого-то продавать, чтобы выручить определенные деньги. Если продавать, то это вот эти вот всякие... Дженкинсон и да... не знаю кто еще. Просто реально не знаю кто. Если вот Лукаса Переса вставить, то вообще кого продавать, непонятно. У меня такое ощущение, что... Сэль Козеттон попрощается. Не знаю почему. Не знаю почему. Ну, после первого сезона, мне кажется, очень маленько вероятно, что он идет после первого сезона. Ну, с Лукасом Пересом тоже такая же, как я была. Ну, Лукаса взяли не за такие большие деньги, во-первых. Во-вторых, там, по-моему, сумма выкупа у депротива была установлена. В случае, если они захотят его выкупить, то они там должны были заплатить около 15 миллионов. А брали мы его около 20 миллионов. То есть там разница 5 миллионов. Ну, никакая страшная потеря. А если мы будем продавать на КЗТ и этим ГЭТом, то, ну, большой минус уйдет. Наверное, да. Просто Атлетико... Просто Атлетико еще говорил про него. Плюс... Они, короче, Гризмана, скорее всего, точно продают. А... Да. Да. И сейчас они хотят Варди взять. Ну, просто я не знаю... Варди, во-первых, старый. Насколько он там потянет, я не знаю. Ну, как бы, возраст никогда не был. Это, например, для Симеона в плане выбора игроков. Кстати, Варди подойдет по системе игры. Прям полностью. Абсолютно, да. Это та же игра, которую я играл в Олеско в финансовом сезоне. То же самое играет. Атлетико всегда играет. А, ну, Торрес они не то, что купили. Но они взяли, как бы... Где Торрес играл последний раз перед Атлетико? Я уже забыл. Я его перед Атлетико последний раз в Милане помню. Может, он после Милана еще где-то играл. Я не скажу. А, в Милане? Ну, вот он был... Подключился он в Милане был, а потом где-то он пропал и в Атлетико появился. А может, он в Китае будет играть. Не скажу, не знаю. Но Торрес уже уходит. Торрес после этого сезона потеряет Атлетико. Нет, он говорит о том, что... Я говорил про старость. Он говорит, вот Торреса купили. Но его брали на лавку больше. Потому что там был и Гризман. Там был, по-моему, еще... Гризман играл еще... А, Гамиро, по-моему. Варди тоже очень старый. 29-30. Нет, нет. Тридцать один год. Тридцать один год. Сейчас уже тридцать второй пошел. Вот такой. Старенький. Ну, скорее всего, если это будет покупка Варди, для Атлетико это будет покупка на 1-2 сезона, не больше. Вот. Они этим Лькозетом интересовались и хотели купить. Потому что, видишь, если бы они купили Лькозета, то они продали бы Гризман еще прошлым летом. У них им паяли бан. И, как бы, Гризман... Да, Гризман... Они могли продать, конечно, но купить уже не в состоянии. И Гризман, как бы, в дань уважения клуба остался. Плюс еще, по-моему, продлил контракт, если не ошибаюсь, чтобы подороже продаться. Или не продлевал, не знаю. Ну, в общем, он остался только... Да, у нас был контракт, но... Ну, он остался... То есть, мы к этим летом просылали. Да, он остался только из-за того, что клуб не смог бы купить ему замену. Хороший ход. И Лькозет был номер один в замене Гризману. Вот сейчас от Гризмана, если уйдет, то... Не знаю, насколько правдоподобны слухи про Варди, но про Лькозетта что-то появлялось в сети. Я просто не помню. Не знаю, сколько вообще. Ну, Атлетика, опять же, который может измерить какого-то игрока, на которого особо не смотрят, не рассчитывают. И он потом просто появляется в Атлетике, и начинает играть. Знаешь, Гомеро не заиграл? Ну, я так не сказал. Он неплохо смотрелся в Атлетике. Те игры, которые я увидел там, он... Может быть, он немножко не под эту систему троп, но, в принципе, неплохая. Даже для той же камерики запасной, в Атлетике неплохая игра. Да, кстати, у них, получается, Гомеро уже запасной нападающий. Он... Там что-то ДНП стоит. Да, плюс Диакоста. Просто, видишь, уходит... Торос. Торос, уходит Гризман. Получается, они как минимум двоих должны взять? Ну, возможно, может быть. Но, все равно, я не думаю, что Риказай будет выбором номер один. Я думаю, это уже самый крайний пожарный случай. Поэтому... Ну, Арсеналу сейчас не отдать за эти деньги, которые он реально стоит, но она не будет. Нет, ну, если они сейчас Гризмана продадут за 100 с чем-то, то вполне могут 60 предложить. Я думаю, что согласятся наши. Ну, за 60, может быть, и согласятся, но, мне кажется, за него столько никто не поделал. Просто Ликазет, видишь, он сам изначально говорил, я хочу играть в Лиге Чемпионов. Мы такие, все, все, базара. Нет, будем играть. А здесь, бац, опять Лига Европы. То есть, у него полуголокая. А кто, что ему забивает? А кто, что ему мешает забивать? А кто, что ему мешает забивать, ему не забил бы Лига Чемпионов. Да, сам виноват. Атлетика не забил? Ну, сейчас бы играл. Еще бы на чемпионат мира попал. Да. Как все сложилось, да? Показано. Там себе палки в колеса не пикал. Не, ну в первой игре на Эмилеце было неплохо. Не, я вообще, я же говорю, я еще в прошлом подкасте говорю, зимой, по-моему, собирались, обсуждали, что я для Казетта стал меньше. То есть, я был уверен, что он как-то скоро, как завершателем так себе. То, что во Франции, это во Франции. То, что во Франции останется во Франции, другая лига совсем, да. И в аналитах вот этих не достаточно для того, чтобы забивать много. То есть, ну я не ожидал, что он будет настолько полезен в плане созидания, в плане перемещения, в плане освобождения зоны. То есть, вот этих опций я от него не знал, а оказалось, что он, оказывается, умеет еще идти вот так. По крайней мере, не провальный трансфер. Ну да, ну и спорт, вот так скажем. По поводу Абам Янги, я сразу знал, что он заиграет, потому что, ну, он, вот, в нем чувствуется класс. То есть, чувствуется вот этот вот, способный завершать. Обама. У Обамы, кстати, когда я говорил о нем, я думал, что у него скверный характер. Просто я когда писал о том, что он что-то тебе там бойкот в Дортмунте не устроил. Вообще, мне бы не показалось, блин, нахер нам такой игрок нужен, если он такого устраивает-то. Не, ну, может быть, раньше, да. Но, 29 лет, это не тот возраст, когда можно проиграть скверный характер. То есть, сейчас 29 лет, и тебя садят на банку на год, из-за твоего характера, и все. Просто не возвращаемся в большой шпорт. Ну, да. Да, когда Пинкла... Ну, кстати, они с Ликозеттой очень сильно, мне кажется, подружились, потому что это и на поле видно, что хорошие взаимоотношения у них. Почему-то у меня складывается такое впечатление, что, наоборот, Абамиянк так хорошо к Ликозетту относится, а вот с его стороны вот этого не чувствуется, не знаю. Ну, Абамиянк, знаешь, такое ощущение, что всегда извиняется к Ликозеттам, типа, ну, извини, я пришел, теперь я здесь номер один, ну, хочешь, и наоборот, и езжу. Да, да, да. Просто у него... Очень неловко за то, что он оказался бывшим, но вот так всегда... Да, да. Плюс, я просто помню, Ликозеттой еще, когда тот играл с Санчесом, как-то у них там, как-то... И тот радовался, и этот радовался, как они друг друга там обнимали. А когда они начинают забивать Сабамиянку по очереди, француз вообще такой грустный, а этот гавонец такой веселый. Да, ну да. Привинул в последнее время, я согласен, что... Ну, представьте, если его брали на роль основного нападающего, летом возлагали на него большие надежды... Сам виноват. И через полгода покупают на его место опять же игрока экстракласса. То есть, не могло это на нем... Ну, то есть, ему чуть ли не в лицо сказали, извините, не оправдал наших ожиданий. То есть, зимой за полгода. Да. Для форварда отдать практически голод, а что-то. Между прочим, это кто, а? Кто это? Кто это? Он единственный нас смотрит, кажется. Больше нас никто не слушает. Не смотрит. А, сейчас смотрят два, но это, наверное, место со мной. Да. Ну, будем считать, что это все из-за времени. Ну, конечно. Я просто еще... В Казахстане сейчас, по-моему, еще больше. Сколько сейчас? Сколько часу ночи, наверное? В Казахстане полтретьего, брат. А, ну, понятно. Странно, что никто не смотрит. Да. Кто это? А, Куртовский. Да, поздно. Мы просто решили спонтанно это устроить. Поболтать. Тем более, анонса никакого не было. Ни днем. То есть, анонс был за 15 минут. До начала. Ничего страшного. Это, скажем так, разминка. Потому что, я думаю, мы выйдем в транс... Нормальный подкаст со скайпом. Кстати, надеюсь, наладишь. Поговорим после первых трансферов. После первых движений на трансферном рынке. Тогда можно поговорить уже, поболтать более детально. Вообще, хотелось бы посмотреть, конечно, наши предсезонные игры. Побыстрее. Хотя бы предсезонка. Ну, предсезонка, мне кажется, много о чем не скажут, конечно, сейчас. Да, знаешь, просто хочется посмотреть, уже соскучился по Арсеналу. Еще чемпионат мира будет. Да. Там болеть придется только за Джакута и за Уазина. И за Уэлбэк. А, за Уэлбэк. Как это? Уэлбэк Альнэнни. И этот, Уганда, да? Или как она? Кто та? Черная пантера, страна. Как она называлась? Я не смотрел тех, кто черная пантера. Не знаю. Уганда или как она называлась? Сегодня целый день ржали. В общем, Уэлбэк похож на их предводителей. А, и его обе еще будут, кстати. Ой, Уэлбэк, говорю. И Воби, и Воби. Про это и говорю. Ваканда. Все спорю. И Воби похож на этого. А у тебя черную пантеру. Каза-Руссия. Да, смешно. Каза-Руссия. Рус-Азистан. 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 Так. Что мы еще не обсудили? Рус-Азистана. Рус-Азистан. 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 Не-є. Давайте тогда запланируем следующий подкаст, приблизительно через месяц. Когда что-то боят grandson на трансферный рынке moins чемпионат Мы уже его пообсуждаем, чуть поболтаем, поговорим. Да, вполне себе. Да, можно человека четыре набрать в подкаст, часа два, два с половиной поговорить. И с большим количеством. Можно сделать этот тандем с кем-нибудь из этих пабликов, поболтать с ней. Я только-только за. В прошлый раз на сколько было? У нас было трое с пенбэй-класса, и двое-два человека было. Пятеро было? Базар был, откровенно говоря, конечно. Ну, пять человек, да, тяжело. Посмотрим, ладно. В общем, нужно запланировать и продуктивно поговорить. Сейчас у нас все это спонтанно получилось, решили поболтать. Я просто сам что-то подумал, давай поболтаем. Тебе предложил, ты поддержал, спасибо большое. Тебе тоже спасибо. Да, не за что. Все. В общем, есть еще что сказать, добавить? Ну, я думаю, самое основное, пока мы. Ладно. В эмире будет раз, да? Пока, да. Пока, да. Ладно. Стас, спасибо тебе за комментарий, спасибо, что был с нами. Да, Стас, спасибо. Да. See you later. Давай, пока. Пока. Все, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok